всем большой привет хочу выложить маленький влог в нем будут такие короткие эпизоды за последние две недели которые я снимала дело в том что я так как уезжаю в небольшой отпуск то то что я сняла за эти две недели они просто пропадут потому что будут уже не актуальны я в отпуске будут другие ролики снимать и так как мне все-таки эти ролики были было жалко эти кусочки я решила их соединить но у меня нет вступления чтобы с вами поздороваться я решила что мне вот этот маленький муми тролль поможет сделать вступление сама я в кадре не буду потому что сижу в бегутях уже убытая намытая готовлюсь к завтрашней свадьбе не успела вот только муми тролли я штаны сшить поэтому он у вас так и не очень потребном виде жилеточка уже получилось уже сделано и вот корзинку с цветами давайте вам корзинку покажу уж пользуясь случаем раз уж он не помогает вот такая у него интересная корзинка но интересная конечно я ее сделала она поэтому интересная для меня но мне кажется очень оригинально смотрится такой симпатичный букет если вот учесть кстати знаете вот бывает корзинка вроде такая маленькая ерундовина а такая дорогая получается когда каждый цветочек отдельно покупаешь я их сама не делала это я покупала цветы отдельно а корзинку то да я сама уже сделала так что мумик скоро поит к своей хозяйке единственного штаны то я не успела до отъезда ему сшить но ничего пока неделю без штанов побоет а потом приеду уже сниму ладно у меня роликов много коротеньких надеюсь вам будет интересно там и про стёпу и кое-что тут про нашу семью ну может не очень интересно но так уже как память останется события последних дней приятного всем просмотра спасибо всем кто будет смотреть до конца и всем пока у нас тёпа последнее время все время просится выйти в подъезд и в течение полугода он осмелел настолько что стал выходить на улицу вот я хочу сейчас с вами сходить посмотреть до куда он сегодня дошел но вот вчера он уже в палисаднике полусоседей первый день конечно сильно переживаем чтобы не потерялся стёпке полтора года чуть больше ему в ноябре будет два так фокус посмотрим к тела вчера он в палисаднике осмотрите осмелел вон он где стёпа соседний подъезд пошел проверяет соседний подъезд ну как мы сейчас с вами сходим оттуда потерялся бы конечно переживаю потихонечку исследует ситуацию вот он стёпа стёпа ты куда мяу исследует потихонечку двигается дальше при малейшем шуме он летит сразу бегом в собственный подъезд входную дверь мы не закрываем чтобы он сразу домой забегал потихонечку двигается боюсь далеко бы не ушел трусливый кот пойдем домой стёпа исследует дальше прям по миллиметру полгода он двигался до сюда из от квартиры гуляет хочу показать первую орхидею у нас максим к ее сам накопил купил долго мечтал купили первую такую решили разноцветную надеюсь получится за ней ухаживать довольны когда сам копишь и покупаешь она особую радость вызывает такая красавица у нас теперь стёпа это наша бабочка степан расскажи как ты вчера бабочкой летал он за мушками в одиннадцать вечера на форточку бросился и вместе с сеткой улетел хорошо второй этаж но ударился все равно ударился он теперь на форточку не лезет боится на улицу не выходит тоже боится испугался сильно немножко подбородочком он ударился может лапки отбил чуть-чуть так в целом не хромает ничего кушает да степан смотрит на природу я вчера сама больше его испугалась он на сетке на этой повис я думала между рамами а потом гляжу бульк и нету кота пока я бежала его спасать вот так вот он текает когда шумят соседи стёпу сразу сдувает домой домой ты так вот сразу смелый парень теперь на форточку зато ни одной лапой не встает пошел на разведку снова стёп у нас во дворе выросла огромная вишня это вишня представляется но там дальние деревья у меня от не она но до конца второго этажа это вишня и соседка говорит что так как она уже 80 с лишним почти 90 лет она как не буду его собирать не под силу соберите ли мы сегодня видите как много и мы сегодня до нее добрались часть деревьев тут пособирали вот где нету там мы собрали а вот это дерево мы не смогли наклонить она может сломаться там у самой толсты вот такой урожай огромный то есть действительно вишни так много но уж больно она высокая надо теперь достать лесенку и с лесенки попробовать дособирать так что у нас будет варенье вишневое собрали мы вот столько вишни это очень много тасс у нас просто огромный реально огромный тасс и как видели что на дереве практически ощущение что мы ничего не собирали то есть ее очень много и осталось сейчас мои мужчины пошли за сахарным песком будем варить варенье вот так у нас получился неожиданный урожай вишни вот она такая красавица кисленькая сейчас песочком мы сварим варенье будет очень очень нас вкусно и заготовочка получится свой сад мы не имеем и поэтому для нас такой урожай это просто роскошь купить вишню в магазине очень дорого ну хотя и покупан там по 200-300 грамм но сравнение с тазиком это не что завтра принесем лесенку от бабушки и попробуем дособирать от свекрови мы принесли вот такую лесенку и завтра мы продолжим собирать вишню стёпа прям в восторге вы посмотрите как он радуется что ему поставили лесенку и теперь он на свои любимые ящики сможет забираться вот так да стёпа интервью нам дай что вы себя как вы себя чувствуете все ли вам хорошо все ли нравится степан а степан максимович вообще все замечательно степана он просто счастлив вот так ему нравится все мы уже послезавтра уезжаем я собрала вещи мама говорит что ощущение что я не еду на неделю а переезжаю вообще из дома вот но это еще не все я еще не все собрала тоже размышляла почему у меня такое желание огромное собирать много вещей ну так думаю что нету возможности ездить отдыхать а желание огромное и наверное так удовлетворяю свою потребность как бы знать в поездках каких-то вот переездах на отдых ну что степа еще полазишь по лесенке то иди полази красота степа теперь у нас счастлив ну мы тоже потому что уезжаем завтра соберем еще вишню и у нас сегодня я сварила получилось 6 литров завтра еще наварим и будет нас много-много варенья с лесенкой сегодня уже собираем ну как собираем я в окно смотрю вот такая огромная вишня на самом деле вот смотрите там сзади школа двухэтажный я со второго этажа и вот она такая большая взрослый мужчина считая на лесенке он такой маленький а это маленькие помощники у него это не грязное окно это у меня от окна отсвечивают крышки которые тут рядом со мной стоят поэтому тут полос отсвечивают крышки так что сегодня второй день сбора урожая я думаю у нас сегодня варенье будет много в этом году такие помощники